Вот такая я, девчинка-белорусочка Размолять в народной мове мне не ссора Хай, слятая моя песня на просторы Вот такая, вот такая я, девчинка-белорусочка Вот такая, вот такая я, девчинка-белорусочка Время, события, люди Нам важно знать точку зрения каждого из вас Потому что именно ваши точки зрения формируют общественное мнение Каждый четверг в вечернем эфире телеканала Беларусь-2 Мы готовы услышать вас Немного перефразируем легендарного барда Итак, чем же славится белорусская культура? А вернее творчество брестских художников Синтез искусству 20 молодых музыкантов и художников открыли выставку с символическим названием Сегодня это мы Александра Красько приобщилась к прекрасному И сейчас расскажет обо всем сама Пожалуй, выставочный зал на Советской Таких аншлагов еще не видел Посетителей к началу выставки пришло столько Что нашему оператору было физически сложно проходить между ними Батик, рисунок карандашом, акварель, керамика, живопись, графика, реалистичные полотна, коллажи и абстракции Соседствуют на одной стене Молодежь взламывает границы и контрабандно путешествует между разными видами и направлениями искусств Например, Анна Олейник После многих лет работы в акриловой живописи Она перешла в смежную область искусства И теперь Анна кукольных дел мастер На выставку она принесла целое арт-стадо из пакетливых единорогов Задумчивых коней в пальто и прочей живности У меня еще потрескались пальцы от этих вот клеев всяких Потому что это все химия Возиться с этим все и промолоку нужно То есть напряжение на руки, на женские Еще один нарушитель границ Ольга Данилюк Мастер батика решила заняться текстильным дизайном И теперь выразительный язык ее работы Это фактура ткани и выразительность глины Благодаря натуральности материалов Автор чувствует себя ближе к природе Новое направление, которое уже два года я пытаюсь развивать Это экопринт Крашение тканей красителями растительного происхождения Это веточки, листики, травки, ягодки У меня в планах на будущее Это создание небольшой, очень маленькой коллекции Одежды именно из ткани экопринтом выкрашенной Связь между двумя искусствами, музыкой и живописью закреплены физиологически, что подтверждает феномен цветного слуха Скрябин видел свою музыку в цвете И иногда писал дополнительное цветовое сопровождение для музыкальных произведений Вот и в Бресте из 20 художников молодежной выставки Двое более известны как музыканты Вовка Плюмбум, лидер одноименной группы И Юрий Стыльский, издай дорогу Мне кажется, что музыка, твор и живопись, это вообще неразделимо Я всегда, когда пишу песни, я обязательно иллюстрирую их То есть у меня сбоку песня, там маленькая какая-то, то есть идейка набросана 20 молодых художников, более сотни работ и несколько сотен посетителей Вот итог первого дня выставки «Сегодня это мы», которая еще до 19 февраля будет удивлять брещан своим разнообразием и буйством стилей Если пятнышко красное, значит оно здесь, потому что так педагог говорит Здесь уравновешено, здесь колорит, значит теплые, холодные цвета Ребята, забудьте о том, забудьте о холодных цветах, о теплых Есть творчество, таинственная страсть к творчеству Об искусственном не надо говорить много Нужно просто приходить в выставочный зал областного общественного культурного центра и смотреть, смотреть выставку молодых художников В продолжение культурных тем Пожалуй, уже многие знают, что Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение-2014» представит Тео, он же Юрий Ващук С музыкальной композицией «Чизкейк» Кстати, в этом году жюри конкурса будет еще более беспристрастным За ошибки в подсчете голосов вещательные компании будут нести ответственность Вплоть до запрета трансляции конкурса Пожелаем Тео удачи в Дании Напоминаем, что поддержать «Демляка» мы сможем в мае текущего года Сам конкурс «Евровидение» пройдет с 6 по 10 мая в Копенгагене Надеемся, новые правила позволят еще более точно определить лучшего исполнителя А пока о том, как выбрать лучшее, расскажет Екатерина Гараева в рубрике «Штрих-код» По статистике, в нашей стране пик простудных заболеваний приходится на самый холодный период То есть январь-февраль И это не случайно, ведь при охлаждении организма кровеносные сосуды верхних дыхательных путей сужаются Питание тканей и клеток нарушается И они практически перестают сопротивляться действию болезнетворных вирусов и бактерий Многие предпочитают заниматься своим здоровьем только когда столкнутся с конкретной проблемой Не задумываясь о том, какими последствиями для организма может обернуться перенесенное заболевание Грипп, как высококонтагиозное заболевание, характеризуется в первую очередь тем, что он опасен своими осложнениями Которые связаны непосредственно как с воздействием вируса на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и другие Так и токсическим действием вируса, который приводит к тому, что снижается иммунитет и возникают вторичные инфекции Поэтому, естественно, понятно, что грипп лучше всего предупредить, чем лечить Хотелось бы еще сказать, что организм здорового человека после перенесенного гриппа даже средней тяжести Тратит столько сил на восстановление, что это стоит ему один год жизни Но болезни легко можно избежать, если соблюдать определенные рекомендации по профилактике простудных заболеваний Единственное, надежное и безопасное – это вакцинация В первую очередь стимулируется иммунитет и во вторую очередь уже есть готовые антитела в организме Которые в случае встречи с вирусом гриппа и другими острыми респираторными инфекциями Сразу начинают работать на их уничтожение В крайнем случае, если уже совсем, но все-таки приболел, то не будет тяжелого случая А болезнь пройдет очень легко в виде легкого насморка, может быть, покашляния И закончится очень быстро, без тяжелых последствий для организма Поэтому призываю – вакцинируйтесь Это только поможет При этом важно в целом вести здоровый образ жизни А также не забывать про правильное питание и прием витаминов Очень важно вести здоровый образ жизни Необходимо использовать в пищу как можно больше свежих овощей, фруктов Особенно содержащих витамин С Это капуста, особенно квашеная, шиповник, красная свекла, цитрусовые клюквы Принимать желательно, естественно, по рекомендациям врача поливитаминные препараты А также иммуностимулирующие препараты растительного действия Например, настойка женьшеня или утерокока Существуют определенные состояния здоровья, когда прививка для профилактики гриппа может быть временно отложена Если вы чувствуете общее недомогание, приболели или обострилось хроническое заболевание Вакцинацию лучше временно отложить Хотелось бы успокоить население, акцентировать его на то, что вакцина безопасна Все имеющиеся, разработанные в настоящее время вакцины против гриппа Я подчеркиваю все, независимо от производителя и от его названия Не содержат живые вирусы, а только его отдельные частички Поэтому вызвать заболевание вакцина никак не может Она может, наоборот, стимулировать иммунитет И как бы направить защитные силы на то время Что если вдруг организм встретится с вирусом Уже будет готов к тому, чтобы, так сказать, дать ему бой И не допустить развития болезни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И снова доброе утро Если у вас есть настенный календарь, можете смело передвигать ярлычок на 11 февраля Кстати, в этот день немало праздников отмечают жители солнечных стран Вот, к примеру, в Японии сегодня отмечают День основания государства А в Камеруне Национальный день молодежи Если вдруг у вас есть знакомые японцы или камерунцы, можете их поздравить Если нет, будет вам информация для общего развития Также сегодня и Всемирный день больного Это еще один способ мирового сообщества Напомнить о том, что есть те, кто особо нуждаются в нашей поддержке Будем внимательны друг к другу А продолжить событийно-хронологический ряд Рубрика «Календарь» 11 февраля 1697 года Петр I сдал именной указ о разрешении продажи табака Продавать оны явно в светлицах при кабаках Защитники здорового образа жизни утверждают, что именно с легкой руки царя-реформатора Россия массово закурила В этот же день в 1847 году родился всемирно известный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон На счету Эдисона более тысячи запатентованных изобретений Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «Алло» В 1852 году, находясь в тяжелом душевном состоянии, писатель Николай Васильевич Гоголь Сжег рукопись второго тома поэна «Мертвые души» Единственным прижизненным читателем рукописи стал протеерей Матфей Возвращая ее автору, он высказался против опубликования ряда глав и даже просил уничтожить их 11 февраля 1929 года суверенным государством стал Ватикан Карликовое государство, расположенное в Риме Значительную часть территории занимает собор Святого Петра И одноименная площадь, являющаяся центром поклонения католиков всего мира В этот же день в 1969 году родилась американская актриса Дженнифер Энистон Всемирную известность ей принесла роль Рэйчел Грин В телевизионном сериале «Друзья» За которую она была удостоена премии «Эмми» и «Золотой глобус» А вот любителям органной музыки можно сделать свою пометку в календарях 22 февраля в Брест приезжает Валерий Шмат С 2003 года в городе над Бугом проходят концерты органной музыки На этот раз известный белорусский композитор, аранжировщик и органист Представит слушателям произведения западноевропейских классиков Не пропустите это музыкальное событие А теперь, как говорится о делах житейских Уникальный эксперимент внедряет Брестская госавтоинспекция Теперь нарушители смогут оплатить штраф на месте с помощью терминала С инновацией познакомилась Татьяна Болтуть Рассчитался на месте и свободен Теперь заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения Можно по пластиковым карточкам Это значит не покидая салон автомобиля ГАИ Чтобы оплатить штраф и вернуть водительское удостоверение Больше не нужно искать сберкассы или почту Таким образом сокращается алгоритм действий и экономится время К тому же такой ноу-хау в Бресте ждали Дуб не может быть, если она будет в экипажах машины Чтобы можно было считаться сразу А не Идти сюда, а потом забирать Не всегда бывает так, что наличных денег хватает А на карточке они всегда есть И удобство для граждан только мы создаем чисто для этого